Не только для особых случаев. Ходите в кино просто так. Билеты с кэшбэком до 50% баллами плюса на Кинопоиске. Класс. Класс. Добро пожаловать в наш канал! Рада вас приветствовать в своем новом видео! Сейчас немного уделю времени себе, сделаю маску, нанесу патчи, попью чай и вернусь к вам с домашними делами! Добро пожаловать в наш канал! 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 комнате и как-то до кровати руки не дошли сейчас буду протирать при кроватную тумбочку используя вот такое средство иногда просто водой протираю но влажной тряпочкой или вот такое средство для уборки детских комнат майны либо мне очень нравится аромат периодически к нему возвращаюсь мне кажется вы еще это средство могли меня видеть ну практически в самом начале ведения канала а а а а а а а Смотрите продолжение в следующей серии. Вообще такой ролик для одежды незаменимая вещь, он у меня есть в том числе и в спальне, только дети забрали рукоятку, поэтому осталась только сама насадка. Я ей чищу и плафоны очень удобно, и кровать, так как она у нас текстильная, чтобы не стряхивать что-то с покрывала, с простыни на пол, тоже удобно воспользоваться вот этим липким роллером и все собрать. В общем, палочка-выручалочка. И сейчас еще хочу навести порядок при кроватной тумбочке, потому что Маша тут тоже подходит, раскручивает у меня мои крема. Сейчас вроде интерес поутих, поэтому хочу навести порядок. Машему ghee. Машему ghee. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Плюс я люблю просто книги о доме, кулинарные книги, мне нравится их листать, читать, получать огромнейшее удовольствие, потому что зачастую это не только рецепты, это какие-то рассказы, это какая-то история блюда и так далее. Поэтому я вам сейчас покажу название, обложку, там автора, вы увидите, если вам интересно, то просто поищите в интернете какие-то отзывы, рецензии, возможно, развороты, фотостраницы, вам будет понятно вообще, нужна вам эта книга или нет. Первая книжка, которую я вам покажу, это Летиция Кларк «Нежный мир итальянских десертов». Вот так она называется. Как я вам и говорила, внутри это не только рецепты, это какие-то еще и истории блюда, личные истории, истории с путешествием и так далее. Вот так это выглядит внутри. Далее «Моя парижская кухня», Дэвид Лейбовиц, «Рецепты и истории». Тоже вот такая книжка с интересными вкусными рецептами. Очень вкусные блюда, но и здесь, как видите, много текста, поэтому почитать тоже, что есть. Далее «Ужин по-французски», Мелисса Кларк. Вот такая книга. Здесь тоже, конечно же, есть рецепты, которые можно приготовить у нас без проблем, подобрать продукты, но в большей степени все равно эта книга такая большая про вдохновение или для тех людей, которые любят готовить, которые будут заморачиваться, искать что-то. В общем, книжки такие, что-то приготовить на воскресный обед, ужин и так далее, когда есть время, и это просто в удовольствие. Дальше у меня есть книга, посвященная супам, называется «Суп дня» Рэйчел Аллен. Тоже есть интересные рецепты супов. Отсюда беру, пользуюсь. Вот такая книжка. Далее у меня здесь коллекция от Ленге. Есть книжка вот такая «Симпл», далее «Поваренная книга», затем «Сладости и десерты» и вот такая вот «Дело вкуса». Они все разной сложности. Вот «Симпл» максимально простая. Если интересно, девчата, посмотрите подробнее в интернете, иначе мы на этих книжках с вами просто зависнем. Далее вот такая книжка, называется «Хоумбоди. Дом с вашим характером» Джоанны Гейнс. Вот. Ну, это книжка для вдохновения почитать, полистать про интерьеры. Если вы подобные вещи любите, то вам, я думаю, эта книга понравится. Вот такая. Пролистать для вдохновения, для какой-то насмотренности. Очень здорово, чтобы потом что-то перенять и в свой дом, в свой интерьер. Далее у меня есть вот такая книга «Анна Муравина. Рецепты счастливых сервировок». Девочки, здесь, конечно же, нереальная красота. Вот разные сервировки, приемы, которые использует автор. Сервировки в разных цветах, по разным сезонам. Вот такая книга. Очень достойная, интересная. Если вы любите, то обратите внимание. Ну, и также, мне кажется, для любителя посуды, возможно, сервировок будет отличным подарком. Далее у меня там стояла вот такая книжка «Дело в шоколаде». Я не знаю, честно, продается она еще или нет. И много лет здесь разные мастер-классы и вдохновляющие истории. Опять же, книжка про то, чтобы почитать. Но и рецепты здесь, кстати, вполне себе применимы и реализуемы. Но еще раз в очередной скажу, девочки, что большинство этих книг – это не только рецепты, это еще и просто, ну вот, почитать о жизни других людей, их какие-то истории там. Создание бизнеса, пекарни, еще чего-то. Следующая книжка, на которую хочу обратить ваше внимание, называется «На шесть сезонов об овощах по-новому». Джошуа Макфаден. Очень классная книжка. У меня здесь, видите, сколько закладок. Значит, книжка создана по овощам. Например, берем мангольд. И все-все-все рецепты. Берем морковь. И очень много рецептов. Это будут и какие-то горячие блюда, и пироги, и салаты, и так далее. Берем фасоль, берем перец. Книжка интересная. Если вдруг увидите, то тоже обратите внимание. И еще одна книга называется «Не только пашот. Ольга Эрбис». Эту книжку, мне кажется, мне муж вообще заказывал, вот, зная мою любовь к кулинарным книгам. Вот она абсолютно такая, знаете, бери и делай. Разные-разные варианты завтраков. Вот. И мне кажется, она самая недорогая из всего, что я вам сейчас здесь показала. В общем, такая коллекция. Книжки тяжелые внушить, поэтому нужно мне сейчас к полку как-то разгружать. Девочки, у меня проснулась Маша, поэтому я уже заканчивала все без камеры. Получился такой результат. Я оставила здесь фотокниги. Тут тоже несколько книг. И там фотографии в рамках. В общем, все остальное я убрала. Часть книг я просто отдам, потому что они уже прочитаны, и я точно их не буду перечитывать. Перечитывать. Вот. Потом какие-то детские поделки у нас здесь хранились. Я их переложу в папку. У нас есть папка формата А3. И там вот все детские поделки, какие-то открытки, картины. Все, в общем, хранится. Ну и все. И тут по мелочи. То, что лежала не на своих местах, тоже разложила по своим местам. Ну и все. Полочка теперь аккуратная. Вот. Ну а часть книг просто уберу в другое место, потому что, повторюсь, полку уже просто не выдержала. Ну и здесь вот как раз часть творчества Маши как раз изучает, которые я уберу. На сегодня буду свои видео заканчивать. Увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока. Машу скажи пока-пока. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok